Для них 13 – счастливое число. Именно столько Балаковских дворов будут участвовать в конкурсе на лучшую придомовую территорию. Всего же в Балакове около 1100 многоквартирных домов. Почему же так мало участников – 13? Может, критерии отбора жесткие? Оценка осуществляется в совокупности по многим критериям. Оценка будет объективная, конечно. Смотрим, насколько жители с улиц стремлены, что уже сделано. Возможно, это станет для некоторых дворов каким-то началом, первой ступенькой к такой красоте, к улучшению своих территорий. Судя по комментарию, комиссия весьма позитивно настроена и предпочитает видеть положительные моменты даже там, где их можно заметить с натяжкой. А все почему? Потому что надо подтолкнуть Балаковцев к тому, чтобы они обратили внимание на свои дворы и начали их приводить в порядок. Ну а активисты тех дворов, которые участвуют в конкурсе, уже не только благоустроили территорию, но и строят планы на будущее. Дальше мы хотим обновить ступеньки, плитка сделать, мы хотим козырьки сделать красивые, вот это доделать, вот все, бордюры здесь заасфальтировать. В общем, у нас работы еще очень много. Занимаемся в основном где-то человек 10 этим занимаются. Мы их поощряем, премию выдаем. Премию выдаем за счет средств, которые у нас есть в транзит. Это кабелей и реклама. Начали ставить солнышки, садить цветочки. А потом по ходу действия у нас у каждого своя идея. И потихоньку стали воплощать, воплощать, воплощать все пожелания. Бабушки вот захотели, пожалуйста, бабушка. Цветочки посадили, пожалуйста. Местечко у них очень хорошее, каждый вечер у них здесь посиделочки. Там вот остальное пойдем посмотрим, столько поделок. Наши художники прям молодцы. У нас еще и дальше идея. Вот нам земельки провезут, мы там сделаем аллею. У меня вообще планы очень такие грандиознейшие. Мне вообще хочется, чтобы вот этот наш двор на самом деле превратился как в уголок отдыха. У нас такой большой двор, вот пять домов. Конечно, хотелось бы, как вот в районах, я вот езжу очень много, и вот в микрорайонах там такие дворы, там столько много поделок, там столько много вот всего. Почему-то в списке участников преобладают дворы из жилгородка. Всего четыре территории из-за канальной части и лишь один двор из новых районов. Ответ, как говорится, на поверхности. В основном пенсионеры в таком пожилом возрасте. Молодежь как бы не привлечешь к этому. Даже личным примером? Даже личным примером, да. Они, как говорят, нам некогда, мы работаем, нам некогда. Вы пенсионеры, вам делать нечего. Участвуют жители, но очень мало, очень тяжело. Вот сам начинаю, выхожу, глядя на меня, и начинают делать. Делаем, делаем что-то. Жена моя участвует, товарищ участвует. Короче, вот так потихонечку мы привлекаем, сами трудимся, и за нами люди смотрят, и начинают тянуться за нами. Ага, и красоту постепенно вот это наводят везде. Ну, начали мы лет 10 назад. Мы долго это все... Тут было все запущено. Итоги конкурса будут подведены 1 сентября во время празднования Дня города. Победители получат денежные призы. 300, 200 и 100 тысяч рублей вручат за первое, второе и третье места. Предусмотрены также и поощрительные призы по решению жюри. Эти средства можно будет пустить на благоустройство придомовых территорий. Продолжение следует...